В моем представлении молитва – она обязательная принадлежность бытия. Не самовыражение, которым она может и должна стать в идеальном варианте, а норма поведения. И для неевреев подобного рода нормирования не существует. Поэтому у неевреев ситуация, с моей точки зрения, сложнее, чем у меня. Потому что если у меня, когда я говорю слова молитвы, и при этом веду себя как попугай, то есть повторяю слова, в которые я не вкладываю ни сердца, ни разума, тем не менее происходит нечто хорошее. Я выполняю постановления наших учителей благословенной памяти. Выполняю долг, который как естественную компоненту включает себя еще и этот аспект. Там, где этого долга нет. Получается, что если молитва не является выражением личной потребности, то вообще ничего не произошло. Когда мне что-то вменено в обязанность, и я эту обязанность исполнил, это похвально. Даже если не полноценно. Если у меня обязанностей нет, и я просто говорю слова, то в таком случае, кроме сотрясения воздуха, ничего не произошло. Потому что ни смысла, ни чувства этот происходящее не несет. Это преамбула. Суммирую. Сказанное. В случае народов мира. Нету обязанности ни со стороны законодательства еврейского, ни со стороны принятых норм изливать душу в молитве. Если говорить о молитве, как ее формулирует Рамбам, Рамбам считает, что есть заповедь молиться. Эта заповедь заключается в том, что ты обращаешься к Богу со всеми своими нуждами и просьбами, сопровождая их признанием и хвалой. Это заповедь из Торы с точки зрения Рамбама. Рамбан, рабейнамойши бен Нахман, в отличие от первого, рабейнамойши бен Маймана, он говорит, что вообще заповеди из Торы молиться нет вообще в любом случае, а это установили наших учителей. То есть, если взять точку зрения Рамбама, то в ней речь не идет никоим образом о формальной молитве. Разберем понятие формальной и неформальной молитвы. Разница заключается в том, что неформальная молитва, как следует из самого названия, эта молитва никоим образом не структурирована и не оформлена по некому шаблону. То есть, это молитва, которая является произвольным выражением своего чувства. И, соответственно, формальная молитва – это молитва, которая уложена в определенные нормативы, в определенные формы и возникает вопрос абсолютно легитимный. Если молитва – это движение души, то как это можно и зачем это нужно формализовывать? То есть, другими словами, зачем наши учителя блаженной памяти вменили нам в обязанность, а я подчеркиваю, что по мнению Рамбана само понятие обязательной молитвы является установлением мудрецов и не имеет такого заповеда заповеди Тора это делать, потому что молитва – это скорее реакция на интуитивную потребность человека в общении с Богом. Ведь на самом деле тот, для кого Бог существует реально, не Бог абстракции и философов, не Бог умозаключений и формул, а живой мой Бог, у меня является естественным образом желание выразить свои отношения, свои отношения многообразные с ним, выразить их каким-то образом вербально, словами. И это интуитивно. Для религиозного человека потребность молитвы вне зависимости от того, возводим мы это к конкретной обязанности, предъявленной Торой, возводим ли мы это к некому нормативу, введенному нашими законноучителями, интуитивная потребность в общении с Богом, высказывания ему, она является абсолютно естественной, не предписанной для религиозного человека. И именно поэтому ее никто не учитывает ни рамбам, ни рамбам. Потому что когда у тебя есть подобного рода желание, то оно реализуется, так сказать, поскольку запрета нет, то понятно, если тебе хочется поговорить с Богом, то говори все на здоровье, кто тебе мешает. В чем загвоздка? Почему же все-таки наши учителя решили оформить это в чеканные формулы, отступление от которых называется как называется фальшивом изготовление фальшивом как-то одним словом сказать. Есть такое англогольное существительное? Ну изготовление фальшивом короче, ну понятно. зачем же они это так формализовали? Проблема заключается в том, что чем ниже личный уровень человека, тем выше вероятность того, что он из самых лучших побуждений, абсолютно искренне наговорит такого, что мама не горюй. ну например, есть полная бессмысленность просить у Бога о чем-то, что уже произошло. Ну например, услышать, что идет наводнение паводок в твоем нацеленном пункте. Просить у Бога уйдай Бог, чтобы не у меня. этим самым человек делает сразу две глупости, если не сказать хуже. Первое, он просит о тем, что уже есть, и тогда это выдает его интеллектуальную несостоятельность. но кроме кроме этого, он просит, чтобы было у кого-то, а не у него, что тоже трудно поставить ему в заслуги. есть притча, которая мне была очень своевременно на меня произвела глубокое впечатление. Это притча о матери, которая над колыбелью своего младенца просила Бога, чтобы он его избавил от бед и забот, от болезни и предательства, от разочарований и нищеты. И ее молитва была услышана, ребенок умер. Поскольку это была единственная возможность, чтобы все эти пожелания реализовались без вариантов. Теперь поэтому молиться естественным образом надо уметь и не наговорить ничего того, что было бы проблематично. Если вы посмотрите на еврейскую молитву, а когда мы говорим о молитве, мы говорим о молитве Шманаэсера, 18 благословений, она же Амеда, там вообще нету личных просьб. Там все просьбы о общем благополучии. Причем благополучие на разных уровнях. От материального наличия урожая, пожелания здоровья, поумнения, сил на раскаяние, и так далее, и так далее, но это все оформлено без личностного, во множественном числе. Почему так наши учителя сделали? Потому что это всегда правильно. Просить благополучия сообщества, которому ты принадлежишь, вне зависимости от того, как широко ты ставишь рамки этого сообщества. Это всегда благородно, это всегда правильно, это всегда заслуживает поощрения и отклика. На личном уровне частная молитва она она всегда рисковая. Потому что любой религиозный человек отдает себя отчет в том, что его жизнь и есть то, что надо. Такая, как она есть. без всякого соотнесения с его личными желаниями и уровнем комфорта. То есть понятно, что если у этого мира есть хозяин и он установил его определенным образом, то личная судьба каждого человека и есть результатирующее соотношение индивидуума этого и мира, которое изначально оптимизировано с точки зрения милосердия и добра. То есть то, что с нами происходит, это всегда лучшее из того, что мы заслужили. Вне зависимости от того, что с нами происходит. и поэтому любая просьба об изменении в лучшую сторону это всегда просьба о том, чтобы простите, это всегда просьба о том, чтобы по отношению к нам вели себя неправильно, а лучше с нашей точки зрения в свете нашего понимания ситуации лучше, чем оно есть сегодня. И, естественным образом, это может быть по-разному расценено, но в лучшем варианте всех возможных это просто апелляция к добру и милосердию всевышнего, которая предпослана его справедливости и честности. Что, в принципе, вполне сочетается с нашим представлением о всевышнем. но в любом случае элемент риска и элемент выпрашивания себе бед ненароком в неформальной молитве присутствует естественным образом. поэтому если говорить о спонтанных реакциях на те или иные житейские коллизии или ситуации, в которых мы попадаем, то они могут быть вполне оправданы, потому что один из уроков, которые мы учим из поведения наших праотцев, что Всевышний зачастую создавал им условия, заставлявшие их молиться, потому что им было плохо. Это, кстати, объяснение Талмуда, почему наше одно из объяснений, естественно, почему у наших проматерей были проблемы с деторождением, что Всевышний хотел, чтобы они обращались к Нему и чтобы связывали свое рождение ребенка, появление долгожданного ребенка, чтобы связывали с Богом, а не с естественными процессами. потребность И поэтому, когда у человека есть действительно сильная нужда и потребность, когда он ее выражает, рассчитывая на божественное милосердие, он в полном своем праве. Точно так же он в полном своем праве, когда он ценит то, что имеет, и выражает Всевышнему благодарность за то, что имеет. Например, за то, что поел, или за то, что проснулся, или за то, что был в туалете. Если у кого-то были когда-нибудь проблемы с мущеиспусканием или с запорами, он знает, с каким выражением после этого читаешь, говоришь Богу спасибо, если все заканчивается. От всей души просто как песня идет. Теперь, и эти вещи быть благодарным Богу за повседневные чудеса, за регулярно происходящие события, утратившие в наших глазах ценность из-за своей регулярности. И напоминать себе, что на самом деле все это нетривиально, и что отсутствие привычных вещей может нам напомнить о том, что привычное не значит само собой разумеющийся и заслуженное. И поэтому быть благодарным Богу и выражать это словесно в высшей степени достойная идея. я уже не говорю о том, что Любович задавая камертоном свое существование на весь день. И, естественно, напоминая себе, что ты просыпаешься для того, чтобы что-то произошло, а не так получилось. с другой стороны, удивитесь, Любович Кирэба сделал гигантскую кампанию в свое время в Америке, которую послушные хабаднички, так сказать, пытались проводить жизнь везде и всю. по минуте молчания. Была специальная кампания «Минута молчания», чтобы в школах в течение одной минуты бессловно люди обращались, дети в данном случае, обращались к Богу. Так, как они это чувствуют, как они это понимают. И это дает нам намек на то, что с точки зрения Рэба ощущение Бога как существующего оно важнее, чем слова, которые произносятся. что заставить человека в принципе задуматься о том, что Всевышний есть и что его существование не случайно, человека, я имею в виду, это дорогого стоит. И с этого начинаются отношения. И все это, как вы понимаете, или как то, что Авраам вину делал, нам традиция сохранила, что Авраам говорил со своими гостями. Устная Тора нам сохранила, вы знаете, что Авраам призывал людей благословлять Бога, он их кормил предварительно, после этого говорил, чтобы они говорили Богу спасибо. Вот формулировка была такая, брих рахмона, элагона, малка да алма, мора да гай пита. Это фраза на арамейском языке. Благословен милосердный, всемогущий, хозяин этого мира, господин этого хлеба. Все. Теперь сказать подобную фразу после того, как человек поест не обязательно в этих выражениях, сохраненные нашей традицией, но сказать спасибо или поблагодарить перед едой за возможность, а после еды за реализацию этой возможности, то это достойное поведение. это то, что теоретически надо только приветствовать и на индивидуальном, и на общественном уровне. и все это я, как вы видите, говорю о неформальной молитве. В чем недостатки неформальной молитвы? Их несколько. недостатки о первом недостатке я уже сказал. Это опасность выпросить себе и наговорить на неприятности. Вторая проблема, которая есть, это невозможность таким образом скооперироваться с единомышленниками. и создать некую общность, наличие которой является естественной принадлежностью человека, стремление которой. Нам всем претит одиночество. Даже самым интровертным из нас и самодостаточным людям нужно общество себе подобных. в противном случае происходят необратимые изменения в психике. Или, чтобы не прийти к этому, необходимы гигантские усилия. Мы нуждаемся в людях, которые являются нашими единомышленниками. Мы являемся в собственном поддержке свидетельств о том, что мы не ущербны, что мы не уроды, что рядом есть нам подобные люди, которые также думают, того же хотят, и к тому же стремятся, и при этом очень хорошие, симпатичные, с которыми приятно находиться рядом. Это нормальная ситуация. И неформальная молитва, она не дает возможности скооперироваться вокруг подобного рода вещей. Третье, то, что нет в индивидуальной молитве и есть в общественной, что нужды общества удовлетворенные без всякого сомнения приносут пользу любому индивидууму. Но нужды индивидуума могут войти и в противоречие и не получить отражение в судьбах окружающих. А это проблема, потому что нельзя быть счастливым среди несчастных, нельзя быть свободным среди рабов. Это не значит, что какой-то уровень внутренней компетентности и свободы не досягаем даже в противопоставлении себе массе. Более того, во многих случаях мы именно с этим и сталкиваемся, но это всегда ситуация ущербная и постфактум. Изначально строить такие отношения – это заведомо обрекать себя на трагедию. наши учителя вводили понятие формальной молитвы для того, чтобы всего этого избегать и чтобы произошло то, о чем говорил пророк после утраты жертвоприношений. И вы будете платить своими устами вместо тельцов рассчитываться у старых. Иоэль по-моему сказал. Вместо тельцов о чем идет речь. О том, что говорит Всевышний вы и крафтами кем принесите жертву из себя. Что молитва на самом деле – это попытка раскрыть себя Богу и соединить себя с Ним. То, что на символическом и ритуальном уровне достигалась с помощью житоприношения. И поэтому молитва была предназначена для той же самой цели сблизить человека с Богом. И сближаться всегда лучше вокруг бесспорных вещей, объединяющих тебя с окружающим. А поскольку изначальным посылом, базой для общинности является дисциплина и хотел сказать самоуничижение, но это не самоуничижение, битль. Я всегда мучаюсь, чтобы перевести слово битль. Отсутствие представления о собственной значимости. То, соответственно, общество, оно лучше, чем индивидуум с этой точки зрения, для каждого из нас. И поэтому, когда все общество совместно что-то говорит или делает, у этого другая лесовая категория. Исходя из этого, и еще одна вещь, о которой надо сказать. в христианском и исламском мире. В христианском гораздо больше, чем в исламском. Христианское богослужение в ортодоксальных церквях, оно на самом деле есть в значительной степени пародирование храмовой службы, и воспроизведение каких-то вот таких вот алгоритмов, которые в Торе описывают служение в храме. Они недаром называют свои молитвенные сооружения, они их называют храмами, претендуя на то, что они равновеликие величины. И в практике в большей степени христианского в меньшей степени мусульманского мира есть принятая норма молитв как индивидуальных, так и общественных. И в каком-то смысле это является нормативным поведением. Отсутствие молитв вызывают у людей внутреннюю неудовлетворенность, какую-то ущербность. Они знают, что Богу обращаются совместно молитвой или индивидуальной молитвой. И поэтому, если ты их похлопываешь по плечу и говоришь, ты главное искренне говори что-то хорошее для людей и для себя от всего сердца и этим ты выполняешь свой долг, не удовлетворяет вот эту вот потребности я бы сказал культурной потребности, цивилизационной потребности людей, которые выросли в христианских в меньшей степени исламском мире. И исходя из этого мы естественным образом пришли к тому, что надо создать некий компендиум молитв, которые могут удовлетворить всем потребностям. А вот тут я сделаю финт ушами и поговорю немножко о другом. Почему нельзя пользоваться еврейским активом? еврейский молитвенник. Почему нельзя пользоваться христианским молитвенником и прочим, это понятно. Потому что язычество во всех его проявлениях недопустимо. если мы можем оправдать людей, относящихся к христианскому вероучению, что они следуют традициям своих отцов, и это в этом есть оправдание, в этом законодательное есть оправдание, что люди не сами так решили и сбацали себе такую языческую игрушку. А они унаследовали традиции отцов, и поэтому вот так получилось. И даже если мы прибегаем к мнению религиозных авторитетов, оправдывающих существование христианства тем, что языческие формы монотеизма запрещены только для евреев, а для неевреев, если есть в принципе признание наличия единого Бога, даже если это обличено в различного рода языческие элементы и формы, то они все-таки не перестают быть монотеистами при этом. Хотя Парамбаму, например, перестают. Ну, это сложный биологический клубок, который не развязали до сегодняшнего дня эксперта высочайших категорий нет консензуса полного. Да, уж тем более мы не придем к никакому консензусу, а я уж точно так сказать, я знаю сверчок свой шесток. Насколько я ничтожно мало знаю и понимаю. Я отдаю себя отчет, поэтому я, естественно, не буду иметь мнение. Я сейчас говорю о другом. пользоваться их молитвенниками нельзя, потому что если уже, так сказать, постфактум так получилось, искать этого оправдания можно, но говорить людям, что так можно и нужно делать, точно нельзя. С другой стороны, еврейские молитвенные книги они на самом деле для неевреев непригодны в силу того, что они направлены в значительной своей степени на достижение целей, которых у неевреев нет и быть не может. например, на исполнение тех или иных заповедей Всевышнего, которые вменены евреям в обязанности и о которых мы говорим и просим и благодарим за это. И при этом тот, у кого этих обязанностей нет, который делает то же самое, он попадает в идиотскую ситуацию. Потому что он лжет. Осветил нас своими заповедями, заповедовал нам, если тебя не осветили заповеди и не заповедали. Так что ты сказал? Ты сказал неправду. из светлого получается темное. И у нас достаточно много подобного рода вещей. Я уже не говорю о том, что мы говорим о актуальной ситуации с еврейским народом, изгнанием и зависимостью от других народов. Что не имеет отношения к тем, кто не находится в изгнании и не зависит от этих народов. Поэтому очень многое в молитвеннике оно не имеет отношения к самостоятельно пользуясь еврейскими лекалами, поскольку опять-таки в наших молитвах есть много того, что теоретически имеет отношение к каждому. Например, молитве о покаянии, молитве о всеобщем благополучии, молитве о мире, принесение к Богу благодарности за все эти милости и за тот мир, в котором мы живем, восхваление Всевышнего, которое в первую очередь должно нам объяснить, к кому мы обращаемся, потому что Богу хвала не нужна, а вот нам надо хвалить Бога, потому что мы должны объяснить себе, к кому мы обращаемся и с кем мы делаем. И поэтому молитва в гигантском своем многообразии есть форма аутотренинга. Я не побоюсь этого слова дискредитированного медитации. Молитва это форма медитации призванной вернуть человека к реальности, которую он утрачивает в своей суете и сиюминутности. Поэтому начитавшись Равина Вайнера и разных Равина Шварца и разных других хороших людей я взял молитвенник и прошелся по нему, отбирая все неспецифические еврейские элементы. есть одна сложность, которую я пытался учесть, когда я этот молитвенник пытался составлять. составлять. Например, по мнению Хидо, одного из законоучителей, неевреи должны тоже говорить шма-эсраэль, поскольку там слушай Израиль молитву, поскольку там декларируется то, что Всевышний источник мирознания проявил себя в мире и миром, и нет ничего, чтобы имело иной источник. Что Всевышний один, един, и существование мира не противоречит этому единству. Эта идея дорогого стоит, и она жестко сформулирована в этом вот символе веры еврейском. И поэтому, по мнению Хидо, монотеистически настроенные неевреи тоже могут это говорить, поскольку обращение слушай Израиль, да, оно не противоречит, то есть обращение к народу Израиля не противоречит тому, что ты не обязательно должен быть частью этого народа обращаясь к тебе. Но, по мнению Рэва Вайнера, и я, естественно, следовал этому мнению, вставлять это в молитвенники нельзя, потому что если ты вставишь это в молитвенник, то тогда будут люди, которые будут считать, что они обязаны это читать, как заповедь, а это не так. Более того, у нас нет разницы между мужской и женской молитвой для неевреев. Потому что у ортодоксального иудаизма есть четкое развлечение уровня обязанности молиться между мужчиной и женщиной, потому что женщина по природе своей, ее материнство и зависимость от нее всей семьи не оставляет ей места для расписания молитв. Она может молиться тогда, когда может, а не тогда, когда нужно. В отличие от мужчины, у которого больше оснований для дисциплинарности, который может расписать, и у него ребенок сиську не требует. И поэтому женщины, как известно, они свободны от всех заповедей, связанных с конкретным, исполнениями, которые связаны с конкретным временем. И поэтому они тоже не должны, например, читать шма, потому что шма читают утром и вечером. И с этой точки зрения не евреи подобны женщинам. Все. Они тоже не обязаны молиться. Они могут молиться, они имеют на это право. С точки зрения Рамбана, кстати, вообще молитва не обязанность, потому что это милость и привилегия. То, что человек имеет и право, и возможность, и потребность обращаться к Богу, это не обязанность с точки зрения Рамбана, а привилегия человека. В этом в каком-то смысле можно это распространить естественным образом, мне кажется, непротиворечиво, и на неевреев тоже. И поэтому, если у нас в молитвенниках у евреев есть какие-то вещи, которые я обязан произносить, и все находящееся в молитвеннике это обязательные произнесения части, имеющие разный статус, но обязывающие все, то у неевреев вставлять что-то в молитвенник, это значит, мы по большому счету намекаем, что они должны это прочесть, а они никому ничего не должны. Они могут, если им это нужно, если они понимают, что им это нужно, и чувствуют эту потребность. Это есть с моей точки зрения принципиально необходимость создать возможность для формальной молитвы неевреев. То есть сделать такую подборку, чтение которой отвечает всем тем принципам и требованиям, которые были мною изложены выше. И вот эта книжка, которая называется «Служение сердцем», это полгода моих работ и размышлений на эту тему, консультаций. я базировался на работе еще и Давида Альфа Наравина, который тоже находился в отношениях переписки с Вайнером и спрашивал разного рода вопросы, которые получили свое выражение в этом соответствии, в этом молитвеннике. Но мы это сделали. И теперь это есть. Да, теперь это есть и теперь можно уже попробовать избежать всех тех опасностей, подводных камней и так далее. И если есть такое желание, то можно прибегнуть к заветомо правильным мыслям, словам и идеям, которые ты излагаешь таким образом. более того, можно скооперироваться совместно для того, чтобы почувствовать плечо себе подобного рядом в общей молитве. И теперь есть на что это все повесить, за что уцепить. И все это не отменяет того, что я говорил раньше, что это право, а не обязанность. что это возможности привилегия, а не долг. И не надо меня путать словами, что может быть есть внутренний моральный долг и так далее. Когда я говорю о внутреннем моральном долге, так я уже говорил о личности человека, а не обязывающих его внешних органов. Вот это то, что я хотел вам сегодня сказать по поводу формальной и неформальной молитвы и тех принципов, которые мы вложили в наш молитвник. и м молитвник.